Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. У нас идет серия бесед, вопроса-ответы, которая у нас называется «Во свете Библии открытым оком». В данный момент я попросил брата проверить по книгам «Открытым оком» у меня вышло 30 томов по 752 странице, где я отвечаю на 4124 вопроса. Ну и дело в том, что 10 лет назад это было, кое-что изменилось, а его в это время в самом начале не было, он позже приехал. Ну я говорю, поищи такие вопросы, которые будут и для других, нужные, полезные, да и интересные. Пожалуйста. Ну вот вопрос 50-й из первого тома «Открытым оком». Вот так звучит он. «Верующие часто говорят, если Бог даст, если Богу будет угодно. И в самых бытовых ситуациях, где все, казалось бы, зависит только от воли человека, где кончается воля Божия и начинается воля человека?» Это вопросы, которые мне задавали в университетах, в милиции. Я вел три программы, радиопрограммы. Пришлось даже в Америке проповедовать. Ну, в разных-разных десятки школ. И этих вопросов накопились тысячи. Я ничего не выбрасываю. Как Плишкин. Все по коробочкам. А когда коснулось вот издавать все-то, я только глянул, посчитал 3800 вопросов у меня уже было. То время, там, лет 15 назад. Ну, и тогда начал группировать по вопросам, чтобы повторов не было. А когда теперь напечатано уже, люди считают и подходят. «Так это мой вопрос попал». Свой вопрос люди помнят, оказывается. Так что это ненадуманные. Это вопросы, которые при всем народе задавались. Вот мой ответ. А потом я дам дальше. Все, что у нас есть, нам не принадлежит ответственность. Я сразу доказываю Слово Божие. Смотрите, как. Римлян 11 глава, 36 стих. «Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». Да. Ну, доказывать не надо, что все из Него. А это от Бога произошло. И я, и земля, и желание, и то, что я двигаюсь, и в ноздрях дыхание. Дальше. И Якова 4 глава, 13 стих. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Вот ответ. Все от Бога. И нужно говорить, если Богу будет угодно. Как раз по этим словам люди отвечают правильно. А казалось бы, такое простое дело... Какое простое дело? Конкретно. Я тогда начинаю с человека вводить эту обстановку. Ну вот спросили, да вы сегодня поедете, нет, это, помогать, картошку тяпать. Ну? А он говорит, да как Богу будет угодно. А при чем тут Бог-то? А как же без Бога? Без Бога у тебя и тяпки бы не было, и железа не было. Без Бога он бы с тобой не встретился, не подружился, ты бы на него не рассчитывал. Без Бога Бог не даст здоровья, и картошка твоя не нужна будет, ни погоды, ничего не было. Ну, если так, так я обязан везде вклинить Бога, как, если образно так сказать. Без Бога вообще ничего нет. А когда я уже этим живу, непрестанно молюсь, то в моей жизни это уже без натяга идет. И все понимают, ну как у вас дела? Вчера у нотариуса были, а она меня уже знает. Как у вас дела? Да слава Богу, живем. И она все это. Я говорю, я кое-что успел сказать, а Людмила Степанова подарила ей даже к истинному православию нашу книгу. И она там что-то нужно было сделать, я не знаю, неважно такое. А сколько платить? Да ничего не надо. Хотя они там берут большие деньги. И в другом месте с Виктором Андреевичем были. Там готовят сейчас документ о том, что я запрещаю тело мое резать, когда я умру, или брать органы трансплантацией заниматься. Я хотел еще сделать документ, что я против переливания крови, чужую кровь. Да говорит, к мертвым, это другой документ надо. Я посмеялся, значит, живой, мертвый. И она тоже разговорилась, и тоже хорошая такая. Вот идешь, и везде хорошие, хорошие люди. Вот одна вчера там против была, которая не хотела там в отделе висицы, там печать поставить, нашла, что вы только помощник и прочее. А мы к знакомой пошли, тут же через коридор, только она сразу все эти печати поставила, занесла в реестр. И я говорю, аж 20 лет, а то у нас за регистрацией, там уже переменять-то не будут. Моя подпись, я староста, избранная на три года. И вот здесь конкретно. Без Бога, вчера вышла, она говорит, так она же была против. И она, когда была против, я говорю, я сидел, дремал. Я очень уставший был. Но когда глаза открыл, я говорю, а что она говорит-то, я не слышу. Да вот никак не сходится. Я сразу все отключился, и начал молиться. И сразу Бог все сделал. Так что от этого? Только от этого. Я не просто сидел, я молиться начал. И она заходит, и она готова. Заходите, заходите, другая там, и сразу расспрашивает, как будто сестра родная сидит. Вот и все. Это вчера только было. И в присутствии человека. Я не выдумываю, ее расспросите ладом. Дальше. На каждое дело надо просить благословения Божие. И очень стараться выполнить то, что ты пожелал. Если оно доброе, добавляя, да будет воля твоя. И если что-то не получается, нужно найти причину и помолиться. Угодно ли это дело Богу? Простые, обыденные дела, привычные, проверенные, ежедневно необходимые, они не требуют исследования. Но и это все без его воли может не совершиться. Поэтому за все благодарите. Иногда ничего не делание, когда люди пасуют и отступают пред малейшим препятствием, пытаются приписать вмешательству Бога, не ища тому никакого подтверждения. Описывается случай жизни апостола Павла, на который нет толкования. Но это было. Он не сидел на месте, предпринимал попытку за попыткой, и тогда Бог дает откровение. Деяние 16 глава 6-9 стихи. Пройдя через Фриги и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васии. Дойдя до Мессии, предприняли идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мессию, сошли они в Трааду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После всего видения, в тот час, мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. То есть у него были препятствия, какие-то неизвестные, но они были, и он не мог попасть, куда хотел. Мы ночи прикидываем. Мы решили заходить сейчас через Белоруссию в Польшу, дальше в Германию и по Югу пройти. Но я уже прикидываю, а если сейчас препятствия там будет? Более затруднительно мы попытаемся через Скандинавию, Шенгенскую зону. А если нет? Мы попытаемся через Молдавию. Может, как раз там нас и ждут. Я уже заранее проиграю, я себя вписываю. Почему мне, слово Божие, дорого, оно как бы прокатилось по мне? Я могу с Юга войти туда, возле Турции. Мы уже нашли где-то перешег. Мы можем там войти. А в Данию там проще переплыть только и все. А обратно через Балтийское море с машиной перетянемся. Так, если будет против. Но я и говорю, если будет против что-то. Нынче у нас были такие обстоятельства. Мы сунулись, там нельзя никаких. Мы тут уже резко развернули на север и пошли до Енисейска. И дальше сколько ни бились, только вертолетом. Ну, груз большой. У нас всегда тонна с тобой только литературы. Тонна. В прошлом году мы раздали около семи тонн. Тонн книг наших. Нынче у нас поменьше будет, потому что длинное путешествие. Ну, думаю, заслать около пяти тонн. Ставку там сделать. И даем все бесплатно. Пожалуйста. Римнинам 12 глава, второй стих. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По каждому слову надо работать, и чтобы у тебя это было благая, то есть на доброе дело. Угодная кому? Богу и людям. И совершенная. То есть я это должен довести до совершенства. Я Богу даже говорю, Господи, ты не ошибся, что меня поставил на это дело. Так разве такая молитва есть? Ну, у тебя нет, у меня она есть. Я знаю, меня там люди ждут. Представьте, как они выходят. Прощаемся. Город, город, Дальний Восток. Выходит библиотекарь. Уж там она, не знаю, да почти пейте чаю. Там тут, выше на улице, фотографировалась, а подругу взяла такая женщина, дородная, видно. Ну, я-то кто там стою, плюгаменький перед ней? Она, мне мужа, я вас поцелую? Представьте, называю, не стоит деда щукаря. Я производитель? Какова у меня мысль-то? Какой я перед ней-то? Видишь как? И это не в одном месте такое. Кажется, не знают, куда посадить. С улыбками, с двух сторон. Другая, а можно я хоть маленько подержусь за вас? А другая стоит там тоже, вот уже все. А можно я вам голову на плечо положу? И вокруг стоят их работники. То есть, это абсолютное, полное доверие. Благое угодно. Она только встряла. Я говорю, мне надо расписать, да подождите тут, как этот главный банкир. Вы как раз про финансы тут говорите. У меня как раз этот вопрос. Я говорю, книги мои, аналога в мировой литературе, им просто не существует. На основании слова Божия, по-современному. Всю историю я показываю здесь. Всю, в каждом вопросе. Каноны церковные, жития святых. Это не сектантская там уза взгляда на истину. Так вы хвалитесь? Конечно, я хвалюсь. Хвалящийся хвалит, что знает Господа. Я ему это приписываю. Не умирайте. Не завидуйте. Здесь положено слишком много. Не каждый это выдержит. Не каждый. Вас очень легко проверить. Начните спать не больше два с половиной часа в сутки. На молитву становиться. Ну, каждая молитва, это три святые, сто поклонов. Ну, и не меньше семи раз, не считая утренней, вечерней. Попробуйте, что у вас получится. И тогда вы увидите, какой настрой, как все время у тебя огонь какой-то горит, желание сделать больше. Я помню момент, когда я одновременно изучал четыре языка. Это дело было в армии. Языка иностранных самостоятельно. И выйти на разговорный язык совершенно самостоятельно. У меня внутри, вот в голове, как будто огонь полыхал все время. встречаясь с американцами, я беседую на их языке. Я ни одного класса не учился с немцами, выступаю у них в собрании. Но я хвалюсь моим Господу. У меня в школе не было иностранного языка. Это Бог дал. Я все повернул на дело Божие. Как Бог это сделал. А сейчас оставил только одно слово Божие. И вот теперь, как Богу угодно, я говорю, как Богу угодно. Поедем мы, не поедем. Паспорта уже получены зарубежные. Сейчас из двух государств идут только приглашения. из двух. Третье пока отложили. Там сложности были с Нидерландами. Маленькое. Ну, никак. Видимо, там с другой стороны. Сейчас ждем ответ с Англии. Что пригласили к директору Кестенского института. Созванивались. Видите как. А я никто. Совершенно никто. Сижу вот дома. Мало говорится, подъемный, почти нетранспортабельный. Но Богу так угодно. Я вижу все время, угодно Богу или нет. Болезни. Здоровье. Я в одну строку ставлю. Благодарю за скорби, печали и болезни. Что мне еще нужно? Я могу описать, как мы молимся, но снимать, я вижу, какой вой поднимется. Вой. Не человеческий. А вы показываете, вы собой хвалитесь. Это нельзя. Это искушение. Это соблазн. Это прелесть. Православное здесь. Как сумасшедшее дело. Ну, вы же спрашивали показать. Ну, не буду показывать. Ты не молился, не будешь молиться. Спрашивают люди, я верю им, им хочется узнать, ну, как это делается. Конкретно покажите. Ну, покажи веру твою, без дел твоих, а я покажу из дел моих. Да меня это не трогает. Я скажу, что меня это ни грамма не трогает, не уязвляет. И потому что, я призван на это, я делал и буду делать. И отвечать на вопросы. Дальше. Ефесянам 5 глава 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Значит, кто не познает волю Божию, нерассудительный. Нерассудительный. Вот сегодня ночью выставила одна. У вас на вашем форуме материал, взятый от нас. Ну, и что в интернете выставлено, я обязан его взять. Фимоза, что означает, у мальчиков там бывает, там нераскрытие кожницы, там такое. Вот какие-то новые материалы. Новые будут я возьму. Нет, вы его сократите, вы его уберите. Это нам приносит вред. Мной командовать не надо. Я залез к вам не в вашу контрольную работу. Вы ее выставили в интернет. Для чего? Чтобы могли считать люди. Каждый рад этому. Это сегодня ночью только было. Таким я не покоряюсь. За что дальше? Теперь вот моя наработка. Это лично моя. Из опыта жизни. Обычно к любому мероприятию нужно предварительно подготовиться, ответив на четыре вопроса. Первое. Возьмите бумагу, расчертите четыре вопроса. Вот вы задумали переезжать куда-то. К примеру. Первый вопрос. Чего я ищу этим? Временного или вечного? Земного или небесного? И напишите. Куда едете? Кому едете? Зачем? Расходы? И чем это заканчивается? Вот я ищу еду путешествия. Я ищу только небесного. После операции на позвоночнике у меня три грыжи там от тяжелых работ. Всю жизнь на стройке проработал. Мне ездить нельзя сидя. В прошлом году я проехал больше 50 тысяч километров и остался живой. Утром трудно вставать, но всего нынче поедем, у нас будет не меньше. Мы же думаем проехать ну где-то больше 30 государств. Сколько забот, ни денег, ничего нету. Но я уверен, что будет. Я вообще не думаю об этом. Я просто говорю, да будет воля твоя. Если, Господи, не угодно тебе, брось Эльбрус на дорогу. Манблана брось нам, чтобы мы-нибудь переехали. Угодно тебе расчисти путь. Мы же думаем еще и в Грозный попасть. Грузия готовится там, говорят, к войне. Азербайджан, от Армения, не считая Прибалтику, всю Скандинавию и дойти до Португалии и в Албании среди мусульман. Так, а это нужно? А я не рассуждаю об этом. Господь послал. Его воля святая. А может, едете, а вас в плен возьмут, начнут резать вам. А Бог? А Бог? Он-то разве не знает, что надо мне? Проще всего сказать, мне не надо. Почему не надо-то? Мне Бог дал, я делюсь. Я еду и не беру, а даю. Только даем. Мы не берем ничего. Ни у кого. Берем воду только, где заправиться. Вот и все. Дальше. Первый вопрос. Что я ищу? Что об этом говорит Библия? Второе. Хорошо знать нужно Священное Писание. Да-ка разве Библия говорит о том, что я хочу переезжать, не переезжать? Говорит. Вот именно Библия говорит как раз об этом. Приготовься к от Дню Смерти. Вот ты теперь найди какие места Писания говорят. Не напрямую, а косвенно. Вот мне одна из Италии звонит. Я русская, вышла замуж, тут дети неверующие выросли. И сейчас я уже больная и думаю переехать. Переехать или не переехать? Скажите мне, я слышала, что вам Бог отвечает. В Италии слышали, что мне Бог отвечает? Не знаю, я не молился. Ну а будете молиться? Буду, конечно, раз у вас нужда. Через неделю и день она звонит. Ну и как? Я говорю, ответа нет. А как вы получаете? Ну нет ответа, я знаю, что глухо, ничего нет. Я каждый день молюсь. Проходит месяц, она опять выходит. Ну, ответ есть. Ответа нет. Только ответ, ответа нет. Стал на молитву и сразу получил ответ. Сразу. Я сразу даю знак. Ответ получил. Когда я разговариваю с кем-то, так вы что, оккультист какой-то? Ну что попало, огородят? Это мертвые. Меня ваше мнение вообще не интересует. Мнение неверующих людей это что? Пис комара, жужжание жука и карканье ворона. Златоустай говорит. Ну а какой ответ? Я говорю, вот какой. Я выписываю место Писания. Место Писания. Я больше не ответил. Нет. Но это ответ. А что дальше? Дальше у вас есть духовник, где вы причащаетесь. Вот это место Писания, поезжайте к тому священнику, покажите. И прочитайте, и помолитесь. И что он скажет, так и сделайте. Я ее закрепляю в церкви. Я ее привязываю к духовнику, к ее. Так, а я думал, а вы ответите. Я вам ответил. Я на себя не беру эту миссию. Понимаете, совершенно необычный подход. Я вымолил у Бога ответ, я тебе дал. А ты уже сама смотри, патриотка. Второе. Третье. Что об этом говорит моя совесть? Ну, если она есть, не сожженная совесть. Если она не сожженная. А что совесть твоя будет говорить? Если так захряс человек, что не пробьешься ему, и вместо сердца ржавая железка. Что говорит совесть? А где она говорит? В первую очередь на молитве. Но если ты каждый день грешишь, кого-то огорчаешь, что? У тебя там все время идет революция. Все время мятеж. Совесть моя об этом меня не судит. Вот то, что я еду, в прошлом году на 3 миллиона 150 тысяч раздали литературу, я показываю, какая сумма, имея минимальную пенсию. Бог это делает. Мой Бог живой и отвечающий. Бог, который наблюдает за мною, который ведет меня, который совесть дал мне и пробуждает ее. Я говорю, Господи, а как по совести это сделать? Чтобы не так, что мне, а чтобы я нужен был людям, даже в этом возрасте, после всех операций и всего. Ну и четвертое. Не принесу ли я этим делом соблазна? Вот 4 вопроса. Вам их видно? Вот вы их теперь и решите. А если теперь какое-то дело решаете делать, возьмите бумагу и расчертите на 2 стороны. А потом каждые 2 стороны еще на 2 разберите. И поставьте плюсы, минус. Первое ехать. Второе не ехать. Теперь какие плюсы, что ты едешь? Твои родственники будут рядом. Дальше ты едешь более в южную сторону. Вот это плюсы, плюсы, плюсы. Там есть церковь или нет. Все напиши. А минус какой? Минус, конечно, это расходы лишние. С насиженного места сорваться. Как казахи говорят. Хочешь узнать, какой бедный? Начни переезжать. В один контейнер не затолкаешь все. И вот ты посмотри. А теперь не переезжай. Одно переезжать на 2 пункта, а теперь не переезжать. И тоже плюсы и минусы. Разбери-ка, и потом подбей итог. При положительном раскладе можешь приступать, благословясь. Обязательно сходи к священнику. Господь говорит, иди покажись священнику. Ну и покажись ему. Я к сектантам не могу направлять. К ним Бог не направлял, а к священнику. Они не священники. Их присвятера, епископы, все они фальшивые, обманные. Они ни от кого идут. Самозванцы. Правильно вам нравится. Идите к католикам, к григориям, армянам, православным, к старобряцам, к сирийцам, к коптам. Все, больше идти некуда. Где вы ближе, там и пойдите. Дальше. Вот тут попозно в это же я вставляю стихотворение свое. Бог, как он величествен, велик. Цветут сады, Оркестры птиц органам, Посева зелень пожелтела вмиг. Составились вдруг лысые курганы. Не перечислить радуги тонов, Не переслушать переливы звуков. Нам, моего мозаика из снов, Рождение, умирание муки. Разнообразия бесчисленны в подвидах, В различных инфра-ультраполосах. Пять чувств во мне, старательные гиды, Под любознательностью, чтобы я не зачах. Художники, писатели и пахарь. Все ищут на вину, где ковырнуть, Блеснуть открытием, И люди будут ахать, Душа и ум обмытые в парную. Неведение сдирают в хирургии, Подслеповато пробуя мой стих, Я не умру. За мной придут другие, Мой подвиг жизни перельется в них. По роду и подобию в природе, Так повелел создатель изначало, Похожее, почти, Такое вроде, То прокукуют, А то вдруг промычало. Разнообразны мы по образу владыки, Таланты блещут гранями алмаза, У каждого по-разному, Вези навоз, рыки, Вокруг смоковницы, порезы, Все замазать. И в каждом звуке цвете по семерке, Во времени беременности, в духе, Но дьявол косоглазит, В демоне и к черте, В слона раздут клопа, Безбожья муху. Он ломится создать разнообразие в грехе, Но тускл и монотонен грех, Различия в партиях, Одной он мажет мазью, Фашисты, коммунисты, Злобный брех. Господь, дай им хоть каплю мази, Содрать с безумства пленку катаракты, Они рабы, Змеи семиглавы, Князь их, Их идеал в желудочно-кишечном тракте. 21 мая 2001 года. Вот такое стихотворение, Так я то вижу, Обстановку и все во всем Бог. Все. Спаси Христос. Понятно? Богу нашему слава, В веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok.